Это Подмосковье Лайф. Рассказываем о главных событиях в регионе. Я Ксения Пресекина. Давайте начинать. В Рузе состоится концерт группы спортивного патриотического клуба Ярополка. Также пройдут уроки мужества от наставников. Подробности узнаем прямо сейчас у директора клуба Ярополк ветерана подразделения «Альфа» Ильи Щадрикова и ветерана подразделения «Альфа-Антитеррор» Александра Погребнова. Илья Александрович, здравствуйте. Давайте знакомиться. Спортивно-патриотический клуб Ярополк. Это... Это сила слава дух. Добрый день. Добрый день. Это сила слава дух. А что вы вкладываете в эти понятия? Давайте сразу расскажем. Ну, на самом деле, если взять историю, то сначала у нас написался гимн нашего клуба, и у нас написал лауреат премии Пушкина, и как раз там были эти слова. Но мы их решили взять за основу. В принципе, сила, но это, как говорится, сильный человек. Человек, в принципе, патриот. Я считаю, что он должен быть сильным. Слава, ну, это определенные какие-то поступки, которые ты делаешь для своей страны. И долг, это непосредственно то должное, которое мы учим нашим воспитанникам, чтобы они стремились, образно говоря, с правильными ценностями были и защищали нашу страну, так скажем. Вкратце. Если брать вкратце, я рассказал. А почему именно Ярополк? Не Ярослав, не Владимир, а вот именно Ярополк? Ну, это долгое, долгое у нас тоже преамбуло, как мы все это сочиняли. На самом деле, мы не приравниваем название нашего движения именно к князю. Яро расшифровывается как со старославянского свет, полк народ, поэтому название нашего движения мы подразумеваем как светлый народ. Если взять вообще историю, то Ярополк у нас, их было два в истории. Один был положительный персонаж, другой был отрицательный. Отрицательный, но вообще с германской княжной, если взять историю, сбежал в Германию. А положительный, это как раз был третий брат Владимира Красного Солнышка, который крестил Русь, и, соответственно, еще был Святополк. И Ярополк, это третий брат. И вот в междоусобице Ярополк как раз убил Святополка, по-моему. Но еще раз говорю, мы не приравниваем название князя ни в коем случае. Мы, образно говоря, вот именно такой концепцией. Светлый народ подразумеваем именно так. А вообще, с чего вообще начался ваш клуб? То есть вы так хорошо знакомы с историей, да? А вот идея-то как возникла клуба Ярополка? Ну, историю, на самом деле, если ты любишь свою страну, историю надо знать. 12 лет назад я еще был действующим сотрудником подразделения. По законодательству не запрещено заниматься преподавательской деятельностью. Я как раз на бесплатной основе начинал заниматься с детьми. И хотелось создать что-то такое необычное. И на данный момент у нас выработана целая программа по работе с молодежью. Дети в клуб поступают. Они обязательно должны сдать гимн Российской Федерации, гимн Ярополка и хронологическую таблицу истории современной России. Вот мы не берем не 17-й, не 18-й век, а именно 20-й век. Они все знают, когда Хрущев подалкнул в состав Украинской ССР. Они все знают, когда было испытание водородной бомбы. Когда объявление войны Японии. То есть вот такие вот моменты. Когда Владимир Владимирович Путин стал президентом. То есть вот такие вещи. В конце каждой четверти у них проверка школьных дневников. Вот за двойки, за тройки мы их отчитываем. А также тоже сдача теоретического материала по истории. Издали, до тренировки не допускаются. Каждый выходной мы выезжаем в купель. У нас даже мусульмане с нами выезжаются. Тут как бы мы не относим никакой веры. Это именно закаливание. Благодаря этой программе родилась акция «Быть здоровым, это модно». Массовое обливание в цитах российского флага. Ваш канал всегда снимает наши вот эти моменты. Мы уже вышли на федеральный уровень. Недавно, 23 февраля, мы организовали акцию в семи регионах посредством телемоста. Вот, различные форумы, мероприятия. Ну и, соответственно, конечно, у нас основной акцент – это все-таки спорт. Это, если взять наш клуб, это в основном, конечно, рукопашный будет, панкрецион, смешанный единоборство, боксинг и боксинг. С точки зрения спорта мы тоже подходим достаточно профессионально. У нас укомплектованная база. Мы воспитали чемпионов мира, России, Европы по рукопашному бою. Сейчас уже часть наших воспитанников уже переходит, как сказать, в мужской возраст. И вот сейчас тоже будем работать с промоутерами, с различными бойцовскими лигами. Но наша задача еще раз показать, что кулаками не надо зарабатывать, как сказать, себе на жизнь. У тебя должна быть основная официальная профессия. Поэтому я совсем говорю, великая страна носуется по количеству великих людей, которые находятся в нашей стране, а не по количеству народу, который они проживают. Это великие люди в политике, в экономике, в юриспруденции, в том же самом спорте. И задача клуба – как можно больше воспитать различных, как сказать, великих людей в нашей стране. У нас проводится мероприятие 5 июня. 5 июня в городе Руза, патриотическое. Будет проводиться у нас в Рузе как раз патриотический концерт. Он приурочен к Дню защиты детей. Но мы его называем «Герои среди нас», то есть «Время героев». Непосредственно там будет проводиться урок мужества и с концертом музыкальной группы. Музыкальная группа тоже создана при клубе. Мы в стиле хип-хоп поем про спорт, патриотизм, здоровый образ жизни. Это такая ветвь нашего движения, которая пропагандирует не только наши программы, но и, в принципе, те ценности, которые мы преподаем нашим детям. Также будет живое общение с залом. И мы представим амуницию, и дети смогут в реалии ощутить на себе и почувствовать, как ощутить себя бойцами спецназа «Альфа» и вообще спецназовцами целыми. Ведь главная задача у нас стоит напомнить молодежи, что патриотами не рождаются, а патриотами становятся. А почему вы вообще решили, что клубу нужна музыка? Вы знаете, это, наверное, мое такое. Я, в принципе, в общей сложности 20 лет провел, как сказать, отдавая долг нашей родине, это Суворовская, высшая военная. А до поступления в Суворовск, до того момента, как стать военным, я закончил музыкальную школу. И как бы творчество, оно у меня внутри. И в какой-то момент просто мы решили создать именно музыкальную группу для того, чтобы, вот еще раз повторюсь, продвигать те ценности, которые нужны молодежи. Потому что музыка, она все-таки, как бы, знаете, это не только творчество, это с какой-то стороны еще какое-то вдохновение. И если взять контент музыкальный, который сейчас, ну, слава богу, раньше был, несколько месяцев назад он уже ушел, там неопределенные слова, которые пропагандируют наркотики, что-то еще, не буду называть этих хип-хоп исполнительные, я думаю, все вы знаете, то наш посыл в песне заключается именно в том, чтобы привить правильные ценности не только подрастающему поколению, но и, в принципе, всем слоям общества. А какие песни прививают такие ценности? Ну, у нас есть песни, в принципе, как про какие-то вооруженные силы, то есть это кто для тебя герой? Песни «Пять лет», мы недавно сделали клип, и в Телеграме около полутора миллионов просмотров. Клип мы как раз сняли по событиям специальной военной операции, которая сейчас проходит на Донбассе. У нас есть песня «Наше оружие, любовь к человечность», у нас есть песня «Крылатая пехота небесного полка», которую многие десантники знают уже, образно говоря, помимо «Голубых беретов», которые есть в группе, уже нашу песню. Есть у нас, допустим, такие песни, они с элементами просто жизни. У нас есть недавно выпустили мы песню «Твой выбор». То есть как надо быть, что делать. Мы, вы знаете, мы всегда стараемся, как бы это громко сказано, не зомбировать, а эффект 21 кадра. То есть плавно, косвенно касаться определенной темы, на что написана музыка. Также у нас прозвучат композиции «Там, где мы есть». Это композиция про органы государственной безопасности. «Просто живи» у нас тоже есть песня, которая говорит про то, что надо жить, но при этом тоже стремиться к чему-то и обладать такими качествами, как долг, не то, что там отвага, но какие-то ценности тоже преобладают в этой песне. Поэтому посмотрите, подписывайтесь на нас, группа «Ярополк», потому что мы здесь, в Ютубе, ВКонтакте, много страничек у нас есть. У меня вопрос к Александру. Вы рассказывали про соревнования «Альфы». А вот как вообще подростку почувствовать себя в составе «Альфы»? Вот именно этот дух прочувствовать? Мы как раз таки и хотим на мероприятии рассказать, как же попасть в легендарные подразделения «Альфа», как сдавать нормативы. Это все будет из истории людей, которые начинали свою службу, вообще не имея, может быть, даже физически могут люди неподготовленные. И как по реальной истории могут люди подготовиться, это будет все рассказано прижимым примером. И все будет о доступности. Если обратить внимание, на заднем плане как раз наша амуниция, точнее моя амуниция, просто она была куплена за свой счет. Это на заднем плане, я имею в виду, где мы сейчас сидим в моем кабинете. Мы как раз дадим детям возможность померить ее, сколько она весит. Как с таким весом приходится перемещаться, отрабатывать те или иные моменты. То есть дети как раз, я думаю, окунутся именно немножечко в жизнь нашего, так сказать, подразделения. Илья, Александр, и к одному и к другому у меня вопрос. А вот вам не кажется, что вы очень большую ответственность берете на себя? В плане проведения предстоящего мероприятия? Нет, не мероприятия, а в принципе то, что вы формируете философию. Вы сказали про 21 кадр, наверное, имели в виду про 25-й все-таки. Ну что, вы формируете правильное представление о патриотизме. Ну нет, я... Нет, с одной стороны мы, наверное, осознаем, что мы, наверное, делаем нужную работу для страны. Но с другой стороны, это все-таки, наверное, какой-то посыл внутренний и, наверное, тот путь, который мне нужно пройти и довести его до конца. То есть, ну, мне нравится. Каждый человек же занимается только тем, что ему нравится. Но есть многие, конечно, которые занимаются не тем, что ему нравится. Но нам нравится этим заниматься. Александр мне помогает периодически в клубе с точки зрения работы с молодежью. Я считаю, что это нужный момент, потому что есть... У нас много различных патриотических же объединений. Я считаю, что за последние годы, наверное, за последние 15 лет работа патриотических клубов, то есть у нас, допустим, свой подход, у других клубов свой подход. И за счет этого вот именно какое-то поколение уже, оно уже выросло со своими правильными, сформированными взглядами на жизнь. Именно правильными. Понимаете? То есть я считаю, что те люди, которые вообще занимаются детьми, одно дело тренировать, а другое дело воспитывать. Поэтому я всегда всем говорю. Одно дело тренировки, другое дело воспитания. И поэтому вот эти два зайца, надо за ними. Двумя от наций, я считаю, что обоих можно поймать. Но сегодня действительно очень много говорят о патриотизме. Кто-то начинает даже учить, как это делать, кто-то считает абсолютно по-другому. Хочу понять, а в вашем понимании, что это такое? Что такое патриотизм? Еще раз говорю, патриотизм у каждого человека вообще абсолютно по-своему. Я всегда всем говорю, сколько я выступаю на форумах, что в моем понимании человек, если он любит свою страну, как ни крути, он должен быть сильный. Сила у нас зарождается не только внешне, она и внутренняя. И в моем понимании это обязательно через спорт. Поэтому всю программу в клубе мы делаем исключительно только через, допустим, именно спорт. А если брать в общем, ты должен знать свою историю, как ни крути. Ты живешь в своей стране. Одно дело, ты знаешь историю страны, другое дело, ты знаешь историю населенного пункта, который находился в этом моменте. И если брать от этого, подпунктов будет очень много. не укради, если мы даже возьмем сейчас образно говоря, все заповеди Евангелия и, соответственно, Корана. То есть это в принципе все то же самое подходит под слово патриотизм. В моем понимании, еще раз говорю. Это я говорю со своих слов. У каждого человека все по-разному. Спасибо вам большое, что вышли с нами на прямую связь. Надеюсь, что мероприятие у вас пройдет отлично, запомнится. Ну и дальше вы продолжите проводить свои уроки мужества. Ну а я напомню, что с нами на связи был Илья Шадриков и Александр Погребной. Это спортивно-патриотический клуб «Ярополк». Вы смотрите Подмосковье.Лайф. Продолжение следует...